Это недоступная Европа и несвободные Соединенные Штаты – это край, многое в котором, казалось бы, не тронуто временем. Варварство, возможно, но с каким восхищением описывал свое путешествие в Африку русский поэт Николай Гумилев. Животные, которые мы можем видеть в зоопарках, живут здесь на воле, и какое счастье, если случится возможность посмотреть на вольнолюбивых животных. Южная Африка – самый развитый район всего континента неизменно притягивает туристов, которые ищут экстремального отдыха. Ведь здесь, в Юар или Намибии можно заказать сафари-прогулку на автомобиле по девственной природе, чтобы почувствовать всю необузданность этих земель. Также здесь протекает река Акованга, лодочную экскурсию на которой также можно приобрести. Еще Южная Африка хранит в себе следы древних людей, которые датируются двумя миллионами лет – это пещеры, в которых существовали первобытные. На которые могут посмотреть и современные туристы. Главное государство Южной Африки ЮАР, в который точно стоит отправиться туристам, желающие богатого отдыха. Здесь находится сокровищница алмазов, город Кимберли, где любой желающий может приобрести понравившуюся драгоценность. Здесь множество морских портов, а из одного из них, который находится на мысе Доброй Надежды, можно доплыть до Антарктиды. В пути к Северной Африке здесь находятся такие крупные страны, как Алжир, Ливия, Тунис, Египет. Государства расположены на Средиземном море, поэтому все отдыхающие могут пойти на пляж. Пляжи здесь белые, из мелкого песка. Самые комфортабельные пляжи находятся в Египте и Тунисе. Из Туниса можно заказать экскурсию, длиной в несколько дней, в величественную пустыню Сахара. И конечно же великие египетские пирамиды, которые у каждого на слуху с детства. Для тех, кто думает, что Африка это бесплодные и потрескавшиеся от засухи земли, существуют хвойные леса и оливковые плантации, чтобы развеять эти несправедливые утверждения. В самом сердце континента Центральная Африка не так востребована для туристов, как другие ее части, во многом из-за невыносимых для многих природных условий. Однако здесь сконцентрирован почти весь животный мир, обитающий в тропических джунглях. Туристы могут своими глазами увидеть вулкан Камерун и полюбоваться озером Чад, которое, собственно, и воспел в своих стихах Лев Гумилев. Вокруг озера Чад собрано множество парков и заповедников, доступ в которые открыт для каждого туриста. Но в Центральной Африке есть и нечто особенное – это племена, которые словно затерялись в веках. Они до сих пор изготавливают примитивную посуду и орудия труда, их язык, ритуалы, верования почти не изучены, но это их особенность. Территория, умытая Атлантикой, Западная Африка также не столь богато место для отдыха, но то, что, несомненно, может привлечь туристов, так это серфинг. Волны Атлантики позволяют многим профессиональным серферам поднять свое мастерство на новый уровень, а новичкам приобщиться к этому виду спорта. Колыбель человечества для многих эта часть Африки представляет интерес как место рождения человечества, но не только этим может похвастаться Восточная Африка, множество песчаных пляжей также являются ее достоянием. Также туристы могут посетить такие острова, как Мадагаскар, Сейшелы. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.